Глядя на эту хрупкую девушку и не скажешь, что за спиной Анапчанки 10 лет тренировок по рукопашному бою. В этом году она сосредоточилась на всестилевом карате и уже продемонстрировала свое мастерство на чемпионате мира. Состязания проходили в городе Орел. Ульяна провела два боя, оба завершила досрочно, болевым приемом. Сейчас Анапчанка уже вернулась в родной город с триумфом и золотой медалью. Подготовка началась за полтора месяца всего лишь до соревнований. Начала подтягивать ударную технику с Анатолием Моисеевым. Он меня поддерживал, мотивировал так, что проигрывать было вообще нельзя. И подтягивала борьбу с Александром Маганезовым на групповых тренировках, на спаррингах в паре. Где в самом Орле он меня поддерживал тоже, выводил на бой, секундировал, что тоже очень важно. Ведь секундант – это как голова спортсмена, который сейчас выступает. Выходила, волновалась, когда уже поняла, что все, остановили бой. Я выиграла, конечно, непередаваемые эмоции. Конечно, спасибо большое моей семье, хочу сказать, которая всегда меня поддерживает, всегда со мной рядом, верит в меня. Сейчас Ульяне 16 лет. Бросать спорт Анопченко не собирается. Планирует совмещать тренировки с основной профессией. Девушка хочет стать медиком. Мне кажется, я волновался даже больше, чем она. Ну, она вышла, показала как ударную, так и борьбцовскую технику абсолютно идеально. Ну, пробелов я не скажу, я не увидел. Она вышла, очень быстро все сделала. Два боя, два досрочных. Хорошая собранная работа. И именно вот в этот раз я видел очень хороший психологический настрой. Она прям в лучшей своей форме была, я бы сказал. Расти есть куда, и она очень способная девочка, которая прям очень быстро все схватывает. То, что я делился опытом своим, эмоционально, чтобы она была готова технически, функционально. Она быстро очень все схватывает, и поэтому, как она захочет, я думаю, дальше у нее большое будущее, если она свяжет свою судьбу со спортом, либо параллельно как-то. С триумфом в Анапу вернулась не только Ульяна, но и Никита Костин. Выступивший на чемпионате в категории «Бои с нунчаками». До золотой медали не хватило всего одной победы. Спортсмен взял серебро. Однако, по словам Никиты, он уже сделал так называемый разбор полетов. Теперь готовится к следующим состязаниям. Я выступал по нунчаку-кумите, то есть поединке на нунчаках, и дрался с парнями из Липецка. Одного победил, а со вторым проиграл, получается. Ну, я просто держал дистанцию, особо сильную не открывался, спокойно работал. Надо ногами поработать, конечно. Ну, и больше моральное там такое вот, больше уверенности себя чувствовать. Наша Анапа представляла клуб «Кузня», клуб «Южный Будакан». И также вот у нас отдельные ребятки были. Это Валерий Анатольевич Шейн, это бои на нунчаках. Тоже очень интересное направление. Можно драться на нунчаках, еще и бить ногами. Были очень серьезные бои. И, несмотря на это, вот у нас результаты двое вошли в пятерку. Ульяна стала первой, Костин второй. Это очень хорошо. Из пяти человек, именно анапских, четыре, такие серьезные результаты. Не за горами следующие крупные состязания. Сейчас спортсмены будут готовиться к чемпионату Краснодарского края, который стартует уже в конце этого месяца. В состав сборной войдут порядка 15 человек. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.